Друзья, всем привет! До конца чемпионата осталось всего лишь несколько туров, плюс перенесенный матч Краснодара и Динамо. И сегодня хотелось бы немножко поговорить на тему того, какие команды смогут представлять Россию в будущем сезоне в Лиге Чемпионов. Понятно, что второе место напрямую, третье квалификационный раунд, и не факт, что еще команда пройдет, но тем не менее. Ну и также с завоеванием медали, понятно, Зенит первый, второе и третье место еще разыгрываются. В турнирной таблице мы видим Краснодар-Локомотив и ЦСКА, вернее, Локомотив идет выше Краснодара. Есть также еще Ростов, но мне кажется, Ростов все-таки не сможет клинуться в эту борьбу, как бы не в обиду болельщикам Ростова. Но команда сейчас явно не на ходу, и что-то, мне кажется, противопоставить этой тройке и будет сложно. Вы мне скажете, что у Краснодара есть определенное преимущество, это, наверное, так. Это матч дополнительный с Динамо, но тем не менее, глядя на игру Краснодара, который играет ни шатка, ни валка, сейчас немножко сомневаешься в плане того, в плане набора очков в оставшихся матчах. Да, с Уралом они смогли сыграть хорошо в атаке, победить 3-0, но те, кто видел матч, видели также ужасные проблемы Краснодара в обороне, когда игроки Урала не забивали из выгодных позиций. То же самое можно сказать, собственно, и о других соперниках, о Локомотиве и ЦСКА, в плане того, что прогнозировать игру их очень трудно. Вот ЦСКА вроде бы набрал хороший ход, обыгрывал по 4-0 соперников, а здесь бац, и не смог обыграть Рубин, дома сыграли в ничью. Но, тем не менее, определяющий матч будет, конечно, это Локомотива и ЦСКА, очный матч, который много расставит точки над «и», но мы пока не знаем, как они сыграют. Если же говорить об оставшихся матчах, об оставшемся календаре, то, естественно, у Краснодара он попроще, в плане того даже, что они играют, у них есть дополнительный матч для того, чтобы нагнать Локомотив, и играют с двумя аутсайдерами, с Ахматом и с Крыльевым Советом. Но здесь не все так просто. С одной стороны, это слабые клубы аутсайдера, а с другой стороны, они сейчас отчаянно бьются за выживание. И Краснодару, я думаю, придется очень тяжело в этих матчах, учитывая проблемы игровые у краснодарской команды. Чуть посложнее календаре у ЦСКА. Они играют с Локомотивом мощный матч, и в конце принимают Тамбов. Казалось бы, Тамбов тоже аутсайдер, но не так давно Тамбов на выезде обыграл Спартак. Хотя, с другой стороны, кто сейчас Спартак не обыгрывает, но мы не об этом. Если же говорить о Локомотиве, то у них, наверное, более сложный календар, поскольку после матча с ССКА им надо ехать в Екатеринбург. И там наверняка Урал при своих болельщиках захочет дать бой московской команде, завершить сезон на мажорной ноте. И все это может сыграть, ну, так скажем так, злую шутку с Локомотивом. Так что же мы имеем в итоге? Преимущество Локомотива – это набранные очки, багаж набранных очков, преимущество Краснодара – это дополнительный матч, а преимущество ЦСКА – это, собственно, игра команды, которая сейчас, ЦСКА сейчас смотрит явно лучше того же Краснодара и Локомотива. И как вот, что здесь, какие факторы будут превалировать, что сыграет более важную роль, мы, наверное, узнаем только после завершения чемпионата. Но если что-то спрогнозировать, я попробую вот лично от себя. Мне кажется, Краснодар все-таки с натяжкой все-таки займет второе место. Третье место я, наверное, отдам ЦСКА. Ну, а Локомотив, на мой взгляд, окажется за бортом зоны Лиги чемпионов. Но это все очень-очень условно и очень тяжело делать такие прогнозы. Кстати, вы напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Согласны ли со мной, с моим итоговым распределением мест? Согласны ли с тем, что Ростов не сможет вмешаться в эту тройку? И, собственно, друзья, подписывайтесь на канал. Я вас не всегда это прошу делать, но сейчас попросил. Ну, а на сегодня все. Счастливо всем давайте. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok